Витамин Можно заменить канцелярию Узнаете, как приготовить торт из безе А доктор Витаминкина объяснит, что такое память и как ее можно улучшить Не переключайтесь, будет здорово! Тимофей, у тебя было такое, что придя в школу, ты понимаешь, что забыл дома пенал? Ммм, если честно, такого не было А у меня было, и я не знала, как найти выход из ситуации Но у Арины на этот случай есть несколько полезных советов Давайте посмотрим Привет, друзья! Представим ситуацию Вы пришли в школу, а пенал со всей канцелярией забыли дома Ужас! Спешу вас успокоить Если без ручки и карандаша вам не обойтись Их, кстати, можно одолжить у соседки по парте А, например, отсутствующую циркуль, линейку и прочее Можно заменить подручными средствами Например, отсутствующую линейку с легкостью можно заменить вашим мобильным телефоном Прикладывайте его к нужной поверхности и проводите ровные линии Еще один действенный вариант для того, чтобы начертить ровную линию Для этого понадобится второй карандаш Прикладываем его к листку, а вторым карандашом проводим линию Циркуль можно заменить скрепкой Разогните ее так, чтобы обе стороны были симметричны Зафиксируйте в центре будущей окружности карандаш Другой конец скрепки подденьте другим карандашом И проведите окружность Если у вас затупился карандаш, а вам ну очень надо начертить тоненькую линию А точилки у вас нет, не спешите расстраиваться Кончик карандаша можно поточить с помощью маленького кусочка бумаги Стерку может заменить обычная канцелярская резинка Намотайте ее на палец и сотрите ненужное Как видите, из любой ситуации можно найти выход Главное включить фантазию и воображение Смотрите мою рубрику, ведь я знаю, как упростить вам жизнь Ну а с вами была Арина, пока-пока Сонь, ты же любишь сладкое? Обожаю Скажи, а обезе тебе нравится? Что это такое и как оно выглядит? Ну, оно похоже на зефир, только твердое В общем, Ярослава сегодня готовит торт из безе Мне кажется, это вкусно Заодно и узнаешь, как оно выглядит Внимание на экран! Всем привет! Это самая вкусная рубрика Кулинариус Сегодня я предлагаю вам приготовить очень простой в исполнении, но очень вкусный и красивый тортик без выпечки Для приготовления нам понадобится безе, сливочное масло, сгущенка, шоколад и грецкий орех Начинаем с приготовления начинки Для этого нам нужно половину банки сгущенки смешать со 100 граммами сливочного масла Приступаем к сборке торта Выкладываем слой безе на блюдо Смазываем его кремом и посыпаем орешками Со вторым слоем проделываем то же самое И посыпаем тертым шоколадом Тортик можно есть сразу, но лучше дать ему пропитаться С вами готовила Ярослава Приятного аппетита! Соня, у тебя память хорошая, стихи быстро учишь Она у меня отличная Стоит прочитать несколько раз и я все запоминаю Мне тоже вроде хорошая память, но стихи запоминаю с трудом Интересно, почему так? Давай посмотрим рубрику просто здоровье Доктор Витаминкина расскажет, что такое память, какие есть виды и если нужно, как ее улучшить Добрый день, с вами рубрика просто здоровье и я ее ведущая доктор Витаминкина Часто ли у вас такое бывает, что в нужный момент вы не можете вспомнить, что хотели сказать? За эту функцию отвечает наша память Что такое память, какие виды памяти существуют и как ее улучшить Предлагаю сегодня об этом поговорить Память это сохранение и будущее воспроизведение человеком его личного опыта Память можно условно разделить на несколько видов Что запоминается, как запоминается и насколько запоминается Образная память, все что мы видим, слышим, ощущаем, чувствуем Превращается в образы и остается у нас в памяти Двигательная, моторная память Например, езда на велосипеде, умение плавать Эти умения сохраняются в нашей мышечной памяти Вербальная память, все что мы получаем с помощью слов и логики Национальная память Все положительные или негативные эмоции сохраняются у нас в памяти И в будущем, когда человек вспоминает их, он может испытывать те же ощущения В resemblance, когда человек вспоминает все с специальным усилием воли Например, с помощью повторения Например, непроизвольная память, когда человек запоминаем без специальных усилий Предметы яркие, новые, красочные могут завпечатляться в мозге ребенка Быстро-временная память, когда человек забывает огромное количество информации, но очень быстро ее забывает. Долговременная память – этот вид определяется длительным сроком хранения информации. Промежуточная память – это нечто среднее между долговременной и кратковременной. В течение дня в иск забирают все, что узнал. Во время сна что-то удаляется, а что-то сохраняется. Если вы хотите, чтобы у вас, как у меня, доктор Витаминкина, была хорошая память, ее нужно каждый день тренировать. Заниматься физическими упражнениями, правильно и балансированно питаться. А если у вас возник вопрос ко мне, задавайте их в моей группе ВКонтакте. Адрес вы видите на ваших экранах. А с вами была я, доктор Витаминкина. Будьте здоровы. Пока-пока, до новых встреч. Тимофей, ты пользуешься ушными палочками? Конечно, пользуюсь, но вот беда, они у меня разбросаны по всей ванной. А ты пробовала сделать для них какую-нибудь подставку? Нет, я даже и не знаю, как она делается. Давай посмотрим рубрику «Сундук сокровищ». Диана предлагает сделать органайзер для ушных палочек. Давай. Смотрим. Привет, друзья. Я постоянно куда-то деваю упаковку с ушными палочками. И я подумала, а почему бы не сделать органайзер для их хранения? Но такой, чтобы не было, стыдно поставить на видное место. Поэтому я решила сделать оригинальную подставку в виде веселого пирожного. Итак, нам понадобится фетр трех цветов, ножницы, карандаш, небольшой стаканчик, термоклей. Приступим. Из розового фетра вырезаем полоску, соответствующую диаметру стакана. Фиксируем с помощью термоклея. Дино также закрываем фетром. На фетре белого цвета карандашом рисуем волнистую линию. Это будет глазурь. Вырезаем и приклеиваем к нашему изделию. Вверх баночки заклеиваем белым фетром с прорезью. Осталось сделать глаза и рот, который нужно вырезать из черного фетра. Оригинальный и удобный домашний аксессуар готов. Вот такое чудо получилось из обычной баночки. Сделай и себе такое. Это милое пирожное будет улыбаться тебе каждый день. Тимофей, ты знаешь, что такое артистическое фехтование? Нет, но знаешь, что такое просто фехтование. Это бой при помощи специального оружия. Если я не ошибаюсь, оно называется шпага. А мне кажется, это какое-то представление с элементами боя. А давай не будем гадать, а посмотрим рубрику «Спорт детки». Смотрим. Привет, меня зовут Саша. Фехтованием занимаемся. Наверное, просто ради интереса, чтобы попробовать что-то новое. Артистическое фехтование – это почти как обычное спортивное фехтование. Оно не для того, чтобы победить, ранить или что-то такое. Это просто для красоты, для театра, кино. Оно зрелищное должно быть. Растяжка лучше становится, внимательность, рефлексы. Александра занимается у нас с пяти лет. Потом выразила желание заниматься фехтованием и два года посвятила этому искусству. За это время поучаствовала в нескольких фестивалях. Координация у нее очень отличается от той, что была изначально. И отражается не только на фехтовании, это и подход к работе у нее очень сильно изменился. Из детского восприятия она сейчас у нас играет уже взрослые роли. В Островском, в Оскаре Уальде, в Лопе де Вега она играет роли достаточно взрослые. И по объему, и по содержанию. Артистическое фехтование, оно же боевая хореография, оно же артфехтование. Это умение вовремя нанести удар с такой скоростью, чтобы зритель поверил. И остановить его настолько незаметно, чтобы зритель не заметил, чтобы партнера по-настоящему не задели. Что касается скорости исполнения движения, она вполне реальная, боевая. Единственное, что мы делаем, мы договариваемся заранее, куда мы бьем и кто победит. То есть это тоже есть спортивное артфехтование, там зачет идет и по весу оружия, и по количеству движений, и по скорости, и по постановке. Но главный принцип здесь остается тот же. Настоящие движения и полный контроль над полем боя. Это идеальный бой. Ребята, передача подошла к концу. Надеемся, она вам понравилась. Если это так, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии в нашей группе ВКонтакте или на сайте телеканала. А с вами были Тимофей, Соня и передача Витамин. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok